Здравствуйте, Анна Валерьевна! Наконец-то мы до вас собрались! Здравствуйте! Спасибо, Анна Валерьевна, что пригласили наш свой удивительный детский сад. И я хотел бы, чтобы вы нашим зрителям рассказали о том, собственно, что здесь есть такого, чего нет в других детских садах. И прежде всего я, конечно же, говорю о бренде. Это особая история. Тогда, когда детские сады создавали свой бренд, мы к нему шли очень плавно, намеренно. И детский сад «Старт», название «Детский сад «Старт» стало таким логической точкой в разработке идей бренда. Что скрывать бренд делает руководитель? У меня два образования – физкультурное и дошкольное. И эта приверженность к спорту дала мне установку, что спорт, движение должно сопровождать детей, да вообще не детей, а каждого ребенка, каждого взрослого с самых ранних лет. И мы стали над этим работать. Последние пять лет мы первые в физкультурно-массовой работе в городе Перми. И мы этим очень гордимся. Мы определились с идеей здоровьевосбережения и спорт. И именно поэтому пришло название «Детский сад «Старт». Ну, действительно, оно очевидно считывается. Если «Старт», «Старт» у нас, как правило, ассоциируется с тем, что пора бежать, пора заниматься здоровьем. Конечно. Любая дорожка… Начинается со «Старт». И я хочу, друзья мои, обратить внимание, что у многих есть заблуждение по поводу брендовых детских садов. Многие думают, что если у нас будет «Детский сад «Старт», то бедные детки у нас тут будут маленькими качками и побеждать на Олимпиадах. Давайте развеем этот миф. Ну, вообще здорово, когда дети начинают с детства прямо любить спорт, а потом становятся олимпийскими чемпионами. Кстати, в наш детский сад ходил мальчик, сын призера Олимпийских игр. Татьяна Вешкурова. Сейчас он тоже занимается легкой атлетикой. Порой кажется, что спорт превалирует. Но на самом деле это только малая часть того, что включено в образовательный процесс. 60% — это содержание работы по основной образовательной программе. Развитие речи, познавательное развитие, художественное развитие. То есть все это есть. Родители ничего не теряют, скорее приобретают, а педагоги получают особый инструмент для реализации образовательной программы. Спорт и здоровье-сбережение, на наш взгляд, это сейчас самое главное. Здорово. Анна Валерьевна, здорово, что мы поговорили о вашем бренде. И сейчас я хотел бы вернуться в наши стены, того корпуса, которого мы посещаем. Я напомню, что детский сад «Старт» — это детский сад из четырех корпусов. И мы пришли, на мой взгляд, самый интересный, и поэтому мы его и выбрали не только потому, что его не так давно отремонтировали, а он маленький. И он с небольшим, друзья, вопросиком, который я расскажу в самом конце. Мы про него сейчас проговаривать не будем, Анна Валерьевна, специально. Про то помещение, которое у нас находится под ногами. Но вы досмотрите до конца и обязательно узнаете о нем. Расскажите про этот корпус и сколько групп у него посещает, и вообще вот история. Очень интересно. Этот корпус нам передали в 2018 году. Он действительно маленький, но очень интересная у него история. Его построили в 1958 году. Это был детский сад. Потом его передали под дом малютки. И здесь были дети от рождения до четырех лет. К сожалению, сюда привозили детей, от которых отказались родители. Потом дети были устроены в семье. И потребность в этом отпала. И детский сад снова получил свое первоначальное назначение. Четыре группы. Маленькие. Как сделать так, чтобы он был интересен и родителям, и сотрудникам. И вписался в идею, в бренд нашего детского сада. И мы пришли к тому, что если сюда зайдут самые маленькие дети, то главной идеей будет сенсомоторное развитие детей. Сейчас об этом много говорят. Сейчас на этом делают особый упор. Потому что важно, чтобы дети могли видеть, чувствовать, понимать через все анализаторы. Ранний возраст – приоритет в развитии ребенка. И у нас четыре группы. Красная, желтая, зеленая и синяя. Кроме цвета, главное – развитие движений ребенка. Очень много модулей, очень много пространства для того, чтобы дети могли создавать вокруг себя двигательную среду. Кажется, что двухлетний ребенок это сделать не может. На самом деле у них это получается очень хорошо, если над этим работать. Поскольку у вас пространство ограничено, друзья, вот здесь нет холлов, нужно понимать. Тут поднимаешься по лесенке, слева одна группа, справа другая. То есть есть какие-то тамбуры. Мы сейчас с вами снимаем в небольшом помещении универсальное. Это актовый зал, он же спортивный зал, я так понимаю. Совмещенный, да. И главной задачей тут стояло сделать некое пространство, которое будет давать возможности заниматься с детьми развитием активности в большей мере, нежели в группах. Поэтому было найдено интересное помещение и оно оформлено. И я предлагаю, друзья, вам пройти и воочию убедиться, как Анна Валерьевна решила свои проблемы. Пойдемте. Добро пожаловать. Итак, друзья, мы спустились с вами в подвал. Да, таким образом мы поступили. И здесь организована комната необычная. Вы видите, что есть какие-то элементы сенсомоторной интеграции. И Анна Валерьевна нам сейчас расскажет, что же это за комната, за такая и почему она здесь, собственно, появилась. Комната двигательной активности. Мы понимаем, что детям нужно много двигаться. Пространства мало. Следовательно, надо наполнить пространство максимально содержательно. В этой комнате есть песочница, балансиры, разные игры, инструменты, мечи для того, чтобы дети могли максимально двигаться на небольшом ограниченном пространстве. Друзья, у меня сложилось впечатление, когда я впервые увидел это помещение, что детей можно выводить на прогулку в это помещение, вот в эту среду. В то время, когда погодные условия нам не позволяют. Потому что тот размер песочницы, который я увидел, он позволяет заниматься детям. Точно так же, как и, собственно, на улице. Те карусели, качели. Вот я вижу игру Визи Дизи. Она позволяет представить, что мы находимся на карусели. Опять же, крутим себя, получаем то же самое удовольствие от верчения, когда у нас в голове что-то крутится. И, конечно же, балансиры, которые заходят всем детям. И вроде помещение и небольшое, наверняка здесь не вся группа принимает участие, ее как-то на подгруппу вы делите. Каждый ребенок сможет себя найти именно вот. И разгрузиться психоэмоционально, выплеснуть лишнюю энергию. Эту комнату любят не только дети, но и взрослые. И маленькие, они ведь не умеют между собой еще взаимодействовать. А в этом пространстве у них это получается очень хорошо. Потому что каждый занимается своей деятельностью и наблюдает за другим. Повторяет, что-то берет у другого ребенка, что-то ему дает. Вместе пытаются играть на балансире. То пространство, которое побуждает к деятельности. Ну, здорово. Отличное решение, учитывая, что это подвальное помещение. И, казалось бы, кто-то прошел мимо и сказал, я здесь с детьми ничем заниматься не буду. Но, как говорят, нужда заставит. И вот такое помещение получилось. То есть, достаточно интересно. Мне нравится, что здесь сочетается, как говорят, цена-качество. То есть, в лишние деньги точно не вкладывали. Только в самое необходимое. Анна Валерьевна, я знаю, что помещение классное и здоровское. Но есть некие нюансы, о которых вы сейчас нам и расскажете. Да, надзорные органы не разделили нашего оптимизма, нашего намерения дать пространство для двигательной активности. И рекомендовали нам найти другое помещение. Мы сейчас в поиске. И я думаю, у нас это получится. Потому что сейчас мы четко понимаем, каким образом организовать это пространство на небольшой территории. Это был очень хороший для нас урок. Это была хорошая возможность решить нашу проблему. Разделение сенсорной интеграции и двигательной интеграции. Для того, чтобы дети могли взаимодействовать по-разному. В двух разных помещениях. Ну здорово. Главное, чтобы появилась мотивация. И, друзья, это хороший урок. Когда ты что-то пытаешься реализовать, ты это реализуешь всегда так, как ты это видишь за минимальные средства. Это помещение было отремонтировано в рамках ремонта. Оно просто простаивало. То есть, я даже не знаю, что это. Техническое какое-то помещение. Небольшие средства вкладываются. Главное, у нас самое дорогое, это всегда идея, которая приходит. И происходит тестирование гипотез. Вот гипотеза о том, что нужно разделить функциональность, она подтвердилась. Мы видим, что детям это нравится, родителям нравится. Значит, мы можем, собственно, уже немножко подужаться за счет основных помещений. Да. Вот такая идея. Друзья, но на этом помещении у нас обзор детского сада «Старт» не заканчивается. Мы сейчас пройдем еще в одно помещение, которым пользуются и психологи, и логопеды. В общем, пойдемте, вы все сами увидите. Итак, мы пришли в еще одно такое сочное, красочное помещение. Я, честно говоря, когда эту птичку увидел, вспомнил про свой детский сад. Всегда, когда видишь что-то, вспоминаешь свое детство. Я помню, что у нас такого не было, и вот благодаря вот этому простое, это же какой-то рисунок, по сути, да, можно было бы сделать постер, и он меня уже заставляет улыбаться. Что же это за помещение, за веселое такое? Красивое помещение, согласна. Притягивает взгляд. Это кабинет сенсорики. Развитие зрительного анализатора, слухового анализатора, развитие детских пальчиков. В этом помещении мы это делаем. Здорово. Очень много различного оборудования, я вижу. И оно, друзья, сконцентрировано в очень небольшом пространстве. Тут буквально помещение, я не знаю, 2,30, наверное, на 3,5 метра. Оно маленькое, но то количество оборудования, которое я вижу, здесь размещено, это мое почтение, как говорят нынче в интернетах. Если так все хорошо, вот такие классные помещения, да, здания после ремонта. Есть ли какие-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, вот именно с точки зрения организации образовательного процесса? Потому что сейчас у людей сложится картинка, что вы тут прямо можете шиковать, да, и сидите просто на лаврах, почитаете. Действительно, кабинет очень насыщенный в плане среды. Разные мячи для сенсорики, большие, малые, суджоки. И кажется, что теперь заходи и работай. Здесь работает психолог, здесь работает логопед. Но мы четко понимаем, что в каждом корпусе желательно, чтобы был свой психолог, свой логопед. Очень много детей с ограниченными возможностями здоровья, и им рекомендуется наличие тьютера, ассистента. И вот, наверное, это главная сейчас для меня проблема — наличие кадров. То есть теперь мы развивающую среду создали. Теперь в ней можно работать, теперь в ней можно созидать, очень люблю это слово, теперь необходимы подготовленные профессиональные кадры. На сегодняшний момент я могу сказать, ну, в отношении нашего учреждения, действительно, эта потребность есть. Подготовленные специалисты для работы с разными категориями детей. Ранний возраст, ребенок раннего возраста с задержкой речевого развития, ребенок слабовидящий. Ребенок плохо двигается с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И с этими детьми необходимо работать профессионалом. Теперь мы очень ждем специалистов, подготовленных, молодых, начинающих, которые хотят и могут созидать. Здорово. Хочу немножко еще рассказать про учреждения. Детский сад Старт находится не в центре нашего города, в городе Перми, а скорее на его окраине. Одно из самых таких дальних. И поэтому, если в центре города есть действительно проблема с специалистами, то я уже думаю, что окраин-то это тоже касается. Друзья, хочу с вами еще раз проговорить один момент. Многие думают, что мне дадут классный новый детский сад, и собственно на этом проблемы какие-то закончатся, и я буду просто сидеть, как Анна Валерьевна говорит, и созидать. К сожалению, жизнь у нас почему-то так не работает. Нужно постоянно развиваться, нужно постоянно работать с кадрами. И я в очередной раз проговорю, что все бренды, которые разрабатываются, 90% случаев разрабатываются для работы с кадрами, чтобы людям быстрее было доносить основную мысль, через которую мы будем развивать наших детей, и чтобы это работало как с командообразованием. Потому что в целом в мире сейчас у нас идет история такая, что не хватает людей, которые хотят работать, которые горят профессией, а в дошкольном образовании без огонька в глазах, к сожалению, никак не получается. Я очень рад, что увидел такое помещение, что Анна Валерьевна нам предоставила возможность его показать, потому что это помещение необычное. И почему мы опять же его выбрали, сейчас мы будем раскрывать небольшой секретик. Расскажите, что у нас занимает подвальное помещение? Бомбоубежище. Бомбоубежище. Друзья, представляете, я просто, когда первый раз услышал, был согласен войти в этот проект, хотя у нас был очень плотный график, из-за того, что я посмотрю вживую на бомбоубежище. Я его второй раз в жизни видел. И когда мне сказали, что внизу дома малютки бывшего будет бомбоубежище, я думаю, я должен на это посмотреть, потому что это очень интересная история. И затратная, кстати. Не забывайте, что мы всегда вернемся с вами к деньгам. И бомбоубежище Анна Валерьевна содержит за свой счет. Но даже когда дети, не приведи Господь, должны будут спуститься в бомбоубежище, им тоже надо чем-то заниматься, их тоже надо развивать. Здорово, да? Совместили два в одном. П. Позитивный взгляд на вещи. Анна Валерьевна, спасибо огромное, что уделили свое время. Я знаю, что у вас совсем немного. Будем рады вас видеть снова на нашем канале. И оставайтесь такой же позитивной, жизнерадостной и спортивной. Я за созидание. Итак, друзья. Такая вот интересная история получилась. Я не могу не оборачиваться на этот детский сад, потому что много чего пришлось мне вспомнить из своей жизни. Когда что-то перекликается, ты хочешь сюда возвращаться. С детским садом старт так и получилось. Пишите обязательно свои комментарии о том, нравится или не нравится сюжет подобного рода. Мы будем стараться снимать их и в будущем. Обязательно напишите комментарий, если возник у вас какой-то вопрос или есть какое-то мнение. Не сидите, пожалуйста, просто так. Ставим лайки, дизлайки. И подписываемся на канал, чтобы оставаться в курсе последних событий. С вами был Александр. В канал есть вопрос. До новых встреч. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова